Продолжение следует... Интересно было, почему же наше село называется село Хохол. Да, интересно. Не потому, что здесь живут хохлы, а по-настоящему хохолицы здесь живут, если правильно назвать. В 1665 году наше село было основано. Почему же село Хохол? Первыми поселенцами здесь были, например, костромские крестьяне, которые искали лучшие доли, где жизнь улучшили. Здесь были совершенно свободные земли. Голая степь, никаких насаждений здесь, лесонасаждений, посадок, которые вы сейчас видите, ничего не было. Голая степь. Князь Григорий Григорьевич Рамадановский, это отставной белгородский воевода, издал указ отдать во владение свободные земли, находящиеся от реки Альшанки, вниз по Гокурбатовской дороге. Вот именно сюда входили земли Хохольского района. Первыми поселенцами, как я уже сказала, были костромские крестьяне, отставные солдаты, казаки. В общем, честно говоря, все беглые, которые искали лучшие жизни на земле. Ну, мы между собой, как говорим, извините, пожалуйста, весь брод, который... Жизнь есть жизнь, никуда от этого не деться. Все приехали сюда, поселились. Ну, изначально, конечно, здесь было менее ста дворов. Здесь же протекала река еще Хохол. Река девица протекает. Хохол уже, конечно, этой реки уже нет. Высохла эта река. Почему же река Хохол называлась тоже таким именем, таким названием? Оказывается, в этой речушке вводилась мелкая такая рыбешка. И местные крестьяне называли эту рыбешку Хохоль. Вот поэтому, наподобие как Ерша, вот такие рыбешки мелкие. Местные назвали Хохоль. Вот поэтому еще и появилось это название Хохол. Но наши местные придерживаются такой красивой легенды. И эта легенда у нас как бы самоутвердилась. В районе Кургана, то есть на возвышенности, круг. Когда вы сюда съезжали, там выезжаете из Воронежа, да хоть и из рабочего поселка Хохольский, вот такой круг. Все у нас ругали местные недавно. Потому что у нас был этот шеворот на выворот. Раньше у нас по кругу, сейчас уже нормально там все стало, то есть по главной пропускали, раньше пропускали у нас кто едет по кругу. Сейчас, по-моему, наоборот, я не вожу машину. И изначально ругали все, кто приезжал сюда, что у вас тут все неправильно, выворот на выворот. Ну, у каждого, как говорится, селение – своя изюминка. Вот тем мы и отвечали. Но сейчас все у нас нормально, все как у всех с вождением. Когда вы спускались вниз сюда, вот с этой возвышенности, по левую сторону, есть озеро. Если вы будете на задумываться, обратите внимание. Да, мы обратили внимание даже и сейчас. И именно в том месте рос большой раскидистый дуб, который издали напоминал хохолок птицы. И когда путники шли отсюда пешком с этого поселения в Воронеж, а Воронеж у нас основан раньше, в 1620 году, а в нашем всего каком в 1665 году, шли пешком. А до Воронежа у нас 40-45 километров. Путь-то далекий. Да. Часто останавливались отдыхать под этим раскидистым дубом. И говорили, между собой вот идут, вот дойдем до хохла, там остановимся, отдохнем. Вот, якобы с тех пор и повелось, и пошло это название, утвердилось название хохол. Так что есть несколько вариантов. Это исторический, это красивый вариант. Возможно, нырос этот дуб на самом деле. У нас герб нашего хохла Хольского района. Герб у нас дубовый листик. Угу, угу, угу. Так что, все-таки, пусть у нас будет дубовый, дуб большой раскидистый. Первая улица, которая здесь появилась, называется Красная Слобода. Она существует и поныне. Лусто населенная. Текадевинца, которая протекает параллельно улице Красная Слобода. Угу. Вот здесь перейти вниз, и у нас Текадевинца. Мы видели, да, да, да. Креща существует, но, конечно, уже не в том состоянии, что изначально, то есть зарастает. Но неважно, она есть. Сейчас мы с вами находимся в настоящей крестьянской избе. То есть здесь все настоящее. Все подлинные предметы, за исключением печи и палати. Угу. Угу. Уходить в крестьянскую избу, с левой стороны находилась печь. Там, где находилась печь, называли бабикут, женский угол. То есть здесь рабочее место было для женщин. Все вот эти предметы, которые вы видите здесь, все настоящие подлинные, сделаны они руками хозяина этой избы. Надо отметить, что вот это здание на самом деле принадлежало зажиточным крестьянам. Уже после революции это здание было передано в сельский совет, было здесь здание сельского совета, здание медпункта, здание детского садика. И, наконец, еще у нас основался наш музей, музей мастера. Это все ручная работа, как бы? Это все, конечно, ручная. В крестьянских избах, у крестьян, да у них ничего, кроме топора, пива. А это находки или это восстановленные по каким-то чертежам? Нет. Нет, наш музей пополняется вещами, наш помп наш пополняется. Местным населением, то есть что-то находится. Ведь есть такие дома, есть такие семьи, где до сих пор сохранились вот примерно такие вещи. До сих пор что-то несут, в основном прятки, в основном прятки в последнее время не влагают. А эти вещи тоже были где-то в каких-то домах, и хозяева приносили сюда в музей после основания музея. Все, все настоящее. Никакой тут реставрации, в основном, никакой. Никакой ничего не реставрировал. Настоящий крестьянский избах, конечно, была другая. Вот это реставрация, это, можно сказать, импровизация на печь и палате. Все остальное настоящее. Настоящая печь занимала пол избы. То есть, если изба занимала 20-25 квадратных метров, то половину избы, почти половину точно изба. Потому что, печь. Потому что в печи можно было и купаться, можно было спать. Это места для сна были. В печи купались. Вот это отверстие было намного шире. Вот это отверстие. То есть, можно было раньше спокойно мыться там. В основном мылись, купались, как раньше говорили, девицы. Потому что они боялись ванной нечисти. Но в то время еще верили в глаз, в порчу домовых и прочих. В прочей нечисти верили. Все вот эти атрибуты, которые вы видите здесь, для женского труда, руками главы или мужчин, живших в этой вот избе. Коромыслом, понятно, для чего носили, ходили по воду. В основном ходили по воду женщины и подростки. Ухваты или развачи, по-разному здесь называли, были предназначены для того, чтобы посадить хлеб в печь с кащами или с кашей. Лопата. Нет, но лопата была предназначена для того, чтобы посадить хлеб в печь, хлеб сажами. А вот на лопатке еще лучше сажали детей в печь. Когда печка прогорала, восстановилась комфортная температура, уголи оттуда убирали. Ребеночка маленького, ну до года, допустим, или новорожденного, если рождался ребенок недоношенный, болезненный, его допекали в печь, то есть своего рода это как лечение, прогревание. Лопатку ложили в какие-то травки и несколько раз сажали в печь. А в Сибири, вот, например, я учтила недавно, то уже такой был обычай. Ребеночка облепляли тесто. Ух ты, ну, чтобы не обжигал сны. Возможно, для этого. Так что, практиковался такой случай не только у нас, но еще и в Сибири. Вот, таким образом, раньше лечили детей. Как я уже сказала, печь для приготовления, для сна, ну и, естественно, первым делом, для обогрева жилища. Вся жизнь начиналась у наших предков от печи. Мы знаем такую поговорку, писать от печи. Не нагрейся, ничего делать не захочешь, и правда, когда холодно. Это точно. На палате спали подростки или неженатая молодежь. На печи спали пожилые люди, бабушки, дедушки, верили косточки. На кроватях спали вот такие супружеские парни. И, как всегда, спали, Людечке спал самый маленький, в подвешенном состоянии. Наши предки верили, что якобы, когда Людечка вот находится в невесомости, то вроде как больше здоровья ребенку, этому энергии придавалось, если он находился вот в таком-то состоянии невесомости. Ну, мы сейчас по-другому можем объяснить, находимся в космосе или в космическом состоянии, что-то такое. Вот так. Если он находится, еще вот эту Людечку у нас на участке в палате прикручена, а на самом деле были вот такие на крыше перекрытия деревянные. И туда вешался крючок, матицы их называли, раньше матицы называли. И туда подвешенную, Людечку обязательно. Кровати уделялся большое внимание убору кровати. Допустим, вот эти вот одеяла в стиле печеных, которые мы сейчас называем стиле печеных, а раньше из того, что было, из ластутика шивали женщины, шили себе одеяльца, также молодые девицы шили себе приданное. Обязательно была гора подушек на кровати. Чем больше подушек вышитых, тем считалась эта семья зажиточной. А если еще молодая девица на выдавине, то это просто обязательно нужно было, как можно больше. Сундуки находились в каждой крестьянской семье для хранения вещей. Конечно, они разные были, большие, маленькие, в зависимости от того, какой сундук соорудил, сделал хозяин этой избы. Еще наши женщины любили на дне этого сундука прятать свои драгоценности, которые делали опять своими руками или покупали на ярмарках в Воронеже, в городе. Бусы, гайтаны, которые вешали сюда на грудь. В противоположном углу от печи всегда находился и находится красный угол. Что такое красный? Значит, красивый, светлый. Раньше уделяли особое внимание красному углу. А красный, красивый. Раньше говорили, вот пошла красная девица по улице. Не было слова красивое, было слово красное. В красном углу, в первую очередь, когда при входе, мы обращаем внимание на иконостас. Всегда в красном углу находится иконостас, иконки. И центровая лавка, и стол. Стол всегда находился в красном углу в порядке. Если тут возле печи что-то могло быть как-то беспорядок, то здесь обязательно любая семья красного приводила в порядок. В праздничные дни, то есть в церковные праздники, обязательно покрывался стол вышатый скатертью и рушниками. В обыденный день стол находился вот в таком состоянии. Все равно его мыли, скоблили хозяйки. Стол тоже настоящий, без одного гвоздя. Кровать тоже настоящая, без гвоздя. Все это, все натурально, все настоящее. Бубель. Это атрибут для наших хозяюшек. Что же делать этим предметом? Гладим белье. Вот таким образом на скалку деревянную. Можно было намотать любой предмет, например, рубаху. В данном случае вот рушничок. И вот таким образом хозяйки гладили. Впосредственно вот этих рубчиков. Рубчики вот здесь, видите, он уже стертый. Довольно уже, да, старенький. Разрисованный. И здесь просто уделил внимание хозяин. Разрисовал для жены орнамент языческий еще. Видите, это признак солнца. Круг. В красном углу при любом мероприятии Центр всегда садился хозяин избы, то есть глава. По правую руку садился старший сын, по левой младший. А вот жены, дочки с носом садились вот с противоположной стороны от центрового угла, поближе к печи. То есть раньше женщинам не разрешалось садиться в красный углу. Не принято было. В противоположном углу, вот красного угла здесь, при входе с правой стороны мужчин. Если там женский, то здесь у нас мужской углу. Чем занимались наши мужчины раньше? Заходили, раздевались, начинали какие-то работы. Ну, например, чинили домашнюю отзывы, упряжку, допустим, для лошадей, что-то шили, плели лапти вот. Видите, у нас здесь лапки настоящие. Вот такие лапти у нас. На всю семью нужно было наплести. Было там человек 5-7, а то и 12 было. И на всех нужно было обязательно вот такие лопаточки сплести. Ну, это была А. Да, 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 слышали. А вот в таких сапогах, это уже праздничная обувь. Шили обувь для мужчин. Это мужская обувь, это считался писк моды. То есть они еще скрипели, вообще было что-то. Вот такие сандалии, раньше ходили в таких сандалиях. Это же из кожи все сделано. Это все натуральная кожа, потому что каждая семья держала обязательно скот, домашний скот, корову, лошадей, допустим. Это уже вообще тут богатство, если корова, лошадь, это братство несметное. Обязательно было у каждой семьи земельный надел. Сели рожь, пшеницу, лен обязательно, потому что одеваться нужно было. Убирали, косили, косили раньше косами, серпами. Все, конечно, ручная работа. Потом молодили, ставили в снопики. Чтобы посушить, допустим, рожь, пшеницу, ставили в снопики на полях. А потом эти снопики вложили на такое большое рябно, то есть на полотно. И вот такими цепами молотили. Наверняка тоже в сказках видим. Вот так размахиваются, вот эта палка прям летит. И по этим снопам солома остается. А эти зернышка, это зернышко, сыпали в такие кубаря. Вот эти кладовочки, знаете, кубаря. Таким образом жили наши плитки. Но потом зернышко сыпали, брали с кубарей вот такими специальными, опять сделанными, сделанные дерево. Мужчины этой избы вырезали, и мальчишки, и взрослые. Сыпали вот в такую стуфу. И женщины молодые, там девушки, вот таким образом получали муку. Да, получали муку. И опять все сначала. Замешиваем хлеб в печь. И вот таким образом жили наши предки. В этой издении раз снимались у нас фильмы. Песня кольцо, где здесь снимался, фильм у нас. Много у нас фильмов короткометражных снимались с участием нашего местного фонтверного ансамбля Хохольские родники. Возможно, тоже слышали или читали что-то. Читали. Это в местном нашем ансамбле. Следующий у нас, вот, кстати, вот такой станочек, он просто не помещается в ту избу, а он должен в каждой крестьянской избе. Потому что именно на нем работали наши женщины еще. Кали, прятки там вязали, шили, пряли, вышивали. Молодые девочки с 7-летнего возраста уже начинали работать. То есть их дома сажали за вот такие станки, за прялку, за вышивки. Потому что в 15-е годы они должны были на затуре себе приданные. А с приданной входило, помимо одежды, допустим, и рубах там, и понёк, обязательно на кровати вы видели, как я уже сказала, вот такие одеяльца, там нужно было несколько штук, обязательно и навышивать, еще и подарки мужу и семье, родственникам мужа. То есть она набирала девушек из крестьянских семей, ну, конечно, талантливых девушек, которые были приспособлены хорошо шить, ткать, вязать и вышивать. Вот как раз одна из таких талантливых девочек была мама прославленной ковроткачихи народного мастера Владимира Мария Ивановна Наталья. Надо сказать, что еще до революции наши ковры, российские ковры, не только хохольские, имели большой успех за границей. Уже они тогда ценились. Наталья со своей вместе, как раньше говорили, товаркой, подругой соткала ковер по заданию помещицы Чоколовой, который называют Адам и Ева. Кстати, вот сегодня я его распечатала, нашла в интернете, потому что у нас его не было. Сейчас я вам тогда покажу его. Адам и Ева. Этот ковер занял первое место в Москве. Проходила выставка в Москве. Там они заняли первое место, эти крестьянские девочки. И оттуда уже с Москвы этот ковер вместе с девочками отправили в Париж, в Лубр. проходила всемирная выставка по ковракачеству. И там они тоже заняли гран-при.